Всем привет! В этом ролике я хотел бы проверить такую работу как разводчик продуктов на максимальном скилле, потому что мало у кого есть такой скилл, мне его выдали и сегодня я хочу посмотреть сколько там можно заработать и вообще какие плюсы и минусы будут от того, что вы вкачаете максимальный скилл на этой работе, потому что вкачать его очень сложно, это наверное самая сложная работа, на которой можно вкачать максимальный скилл, поэтому смотрюсь поудобнее, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам как обычно поможет мой промокод, в виде промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите приятные бонусы, вся информация есть в описании под видео. Ну что ж ребятки, вот я на работе, давайте начну наверное с того, что эта работа доступна вроде бы как с пятого уровня, то есть здесь мы можем это посмотреть, да вот разводчик товаров, то есть база разводчиков, город Арзамас, пятый уровень, и да у меня максимальный скилл, то есть если мы прописываем, разводчик товаров у меня 75 скилл, то есть это самый большой скилл, который можно вкачать на этой работе. Возить мы будем как бы и товары и топливо, чтобы максимально понять и посмотреть сколько мы можем заработать, потому что на топливо вроде бы как кстати платят больше, то есть мы это тоже посмотрим. Давайте начнем с товаров, то есть я беру машинку, вот такой вот обычный грузовик, дефолтный, который в принципе у всех. И самое кстати интересное то, что с пятнадцатого скила на этой работе у вас работает чип на вот этих машинках, на арендованных, на бензовозе и на таком фургоне, с пятнадцатого скила будет работать первый чип, на данном автомобиле вы сможете быстрее, так сказать, передвигаться. Ну что ж ребятки, я положил получается деньги, у меня всего 400 тысяч, надеюсь нам этого хватит, то есть берем закупка товаров, вы можете закупить 4750 товаров. То есть это на самом деле очень много, если вы можете привезти за раз, то есть у нас сняли 330 тысяч, можно сказать, 330 тысячи у нас ушло для того, чтобы приобрести 4750 продуктов. Мы их покупаем по 70, а продадим сейчас по 95, продажу товаров и завозим 4750, и смотрим сколько мы заработаем. И тем временем мы заработали за один завоз 126750 рублей, то есть в принципе за одну ходку, ну мне кажется это неплохо, тем более смотрите, какое расстояние, то есть мы буквально там за 2 минуты завезли эти продукты, за 2 минуты заработали 126 тысяч, это как бы то же самое, если мы бы допустим привезли бы там рейс дальнобойщика большого скилла. Немножко я прогадал, ну короче я думаю вы поняли, здесь как бы все понятно, было бы еще неплохо повозить другие бизнесы, то есть мы можем вот список открыть и допустим посмотреть куда мы можем привезти продукты, но как видите здесь закупка не особо такая хорошая, видите вот по 85 есть, есть получается по 90, есть вот по 100, но по 100 как бы там уже есть продукты, то есть видите, самый лучший закуп и самое лучшее место это конечно же у меня. Ну что ж ребятки, теперь переходим к следующему заработку, это у нас получается топливо, потому что заправок тоже как бы немало и очень часто там нету бензина и стоит хорошая цена. Ну видите тут везде как бы уже завезли на самом-то деле, то есть мы толком это не проверим к сожалению, то есть можем вот по 65 привезти, то есть есть даже заказы по 80, но это по лучшей станции кстати, это не считаем, потому что там очень редко как бы нету много топлива, поэтому будем смотреть вот здесь, то есть здесь видите 67, 2000 сколько, ну давайте 2200 возьмем, так чисто на вкидку, то есть видите цена одного товара 30 за одну штуку, а мы будем везти туда, там стоит скупка по 67, то есть мы заработаем в два раза больше. Ну что ж, вот это получается заправочка в Арзамасе, мы берем аккуратненько выружаем наши продукты, то есть 2200, выгружаем и как бы да бабочки у нас прибавились, то есть мы заработали в два раза больше получается, ну там чуть-чуть даже, чем в два раза больше и умножаем на 37, то есть это наша прибыль, итого мы получили бы за одну ходку 175 тысяч. Да, понятное дело то, что вы не можете как бы каждый день это топливо возить, хотя дальнобойщики и другие руки заправятся часто, поэтому возможно можно и каждый день возить, просто надо за этим следить. Ну что ж, ребята, пришло время проверить следующий заработок, то есть понимаете, на этой работе 4 заработка, то есть вы можете возить товары, можете возить топливо, можете возить руду и возить дерево. Это моя зарплата, пишется, то есть вы загрузили 800 килограмм металла, отвезите их на завод и получите зарплату в размере 32 тысячи. Я вот честно говоря не знаю, типа, если на маленьком скиле работать, будет то же самое или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, просто я дурачок, я почему-то перед тем, как мне выдали максимальный скил, я почему-то не проверил, как бы это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, то есть, если возить на маленьком скиле, вы будете зарабатывать так же, либо будете зарабатывать меньше. Итак, вот мы поддержаем, получается, и сейчас посмотрим, действительно заплатят только 32 тысячи, может быть какая-то добавка за наш максимальный скил, было бы на самом деле неплохо. То есть нажимаем, разжигеть дерево, 800 килограмм, точнее металл, блять. Хотя по факту 32 тысячи, как будто это тоже как бы немало, да, 32 тысячи нам как бы и заплатили, то есть 800 килограмм мы привезли. Итак, время пришло у нас за дерево, но я же говорю, как будто ничего не меняется, то есть от скилла как будто ничего не зависит именно в развозке металла, либо дерева. Как будто, как оно и было, так и осталось. То есть я думал, почему-то если у нас будет максимальный скил, и мы будем возить дерево, либо металл, мы будем получать там 1150 на разоходку. Берем, получается, дерево тоже, получается 800 килограмм, дерево мы взяли, и мы получим 24 тысячи. То есть вывод такой то, что возить как бы дерево не так выгодно, как возить металл, но за счет расстояния, в принципе, мне кажется, то на то и получится. То есть разница будет как бы небольшая. Ну как будто ничего вообще не меняется, то есть в плане именно дерева и металла, как будто зарплата вообще не меняется. И это очень странно, то есть единственное, что у вас меняется, это получается на 15 скилле вам дают чип, и у вас появляется возможность возить больше продуктов просто, с каждым новым скилом. Но как будто можно было бы сделать, чтобы из-за вот эти приколы в виде дерева и металла тоже платили много больше. Ну что ж, ребятки, я думаю, пришло время подвести некий итог данного эксперимента, данной проверки работы разводщика. То есть на самом деле я немножко расстроился, потому что я был почему-то уверен в том, что за дерево и за металл будут платить намного больше. Но как я и сказал, скорее всего, от скилла ничего не меняется. То есть на самом деле работа прикольная, потому что вы можете довриться... Да, вы можете довриться, чтобы у вас машина в РВС пропала, блядь, и пиздец. Вот почему мне так везет, я не понимаю. Можно как бы обратно мою машину вернуть? Я хотел сказать о том, что плюс того, что у вас будет большой скилл, это в том, что вы можете договориться, допустим, с владельцем АЗС, чтобы возить ему топливо. Потому что, как я и сказал, на АЗС очень быстро кончается топливо, и его нужно возить буквально там почти не каждый час. Ну на каждом серверке по-разному, просто после обновления поменяли систему распределения топлива, то есть топливо теперь тратится много быстрее, даже если у вас стоит до бак с кейса, все равно топливо тратится очень быстро. И поэтому и финка в АЗС как очень выросла, там от 7 до 10 миллионов. Но так в целом, допустим, если выводили из АЗС, вам тоже это будет полезно. У нас есть такой пацанчик, он держит возле базы Дальна АЗС, и он качает скилл, он там возит уже по, по-моему, 3000 продуктов, если не больше. То есть он реально активно сидел, качал именно этот скилл для того, чтобы самому возить топливо. Но самое, ребятки, печальное в этой работе, это то, что вы очень устанете качать максимальный скилл. То есть, как я и сказал, качать его очень сложно, потому что, допустим, у меня мой скилл, который я сам вкачал, это 14-й, и для того, чтобы не вкачать 15-й, нужно доставить товары, по-моему, 300 раз. То есть это реально очень много, поэтому тут уже решать вам, как бы, качать его или нет. Заработок реально прикольный. Вы сами видели то, что я завез продукты к себе в СТО, и я получил буквально там за 2 минуты 100 с чем-то тысяч. То есть это реально очень прикольный заработок. На этом я, ребятки, буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Начинайте играть вместе со мной. Вся информация есть в описании под видео. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok